Роскосмос впервые представил физическую модель будущей российской космической станции. Макет привезли на выставку под Москвой. Разработку ведёт ракетная госкорпорация «Энергия». По словам её инженеров, проект реализуют в два этапа. На первом, когда станция только начнёт работу, она будет четырёхмодульной. «Существенное отличие от МКС в том, что это реально национальный проект. Больше энергетики, то есть у нас два энергетических модуля. Челезовой модуль предназначен для проведения внекорабельной деятельности. А модуль «Целевой стапель» предназначен для обслуживания и запуска космических аппаратов». На втором этапе добавят ещё два модуля – целевой и производственный. Гермообъём составит 667 кубических метров. Это позволит вместить экипаж до четырёх человек. Роскосмос говорит, что новая станция предоставит российским космонавтам гораздо более широкий обзор Земли для целей мониторинга, чем с МКС. При этом точных сроков пока не называют. Известно лишь, что Россия намерена покинуть МКС после 2024 года. «Конкретных сроков не даём, потому что я считаю, что необходимо провести эскизное проектирование, а потом уже говорить о дальнейших сроках». Международную космическую станцию запустили в 1998 году. Её постоянно использует с начала нулевых в рамках партнёрства под руководством США и России, в которое входят также Канада, Япония и 11 европейских стран. НАСА заинтересовано в том, чтобы МКС работала до 2030 года. При этом в американском агентстве говорят, что пока официального заявления России о выходе не получали, и надеются на участие Москвы в проекте до 2028.